На международный семинар в Лисаковск приехали гости из Российской Федерации, Кыргызстана и городов Казахстана. Среди них руководители известных музеев, заслуженные работники культуры и туризма, историки, краеведы и многие другие. Инициатором мероприятия является почетный гражданин города, руководитель Лисаковской археологической экспедиции Эмма Усманова. С целью формирования эффективного бренда нашей территории сегодня мы проводим данный семинар. Бренд региона – это его территориальная идентичность. Система выражена в ярких и привлекательных идеях, символах, образах. Огрого Лисаковского уникального региона Степной Евразии, где на небольшой площади территории компакта расположены десятки исторических археологических памятников. О Разымбетова в своем докладе рассказала об уникальности природы нашей страны, в частности, на Урзумского заповедника, что находится в Кустанайской области. Она, как заслуженный экскурсовод Казахстана, считает, что все музейные маршруты должны вести именно в это место. Историк подробно рассказала о вкладе ученых, чьи концепции стали фундаментом основания заповедника. Великий Спрыгин, Великий Формозов, Воронов, Чельцов, Бебетов. Но что сделал Спрыгин? Он первый доказал, что здесь самые ковыльные степи. Далее я хочу, чтобы вы увидели следующих наших ученых. Это Кульпинников, Шеллингер и Евгений Александрович Брагин. О гости из столицы Российской Федерации редактор журнала «Мир музея» Лариса Плетникова не только передала в библиотеку Лисаковского музея некоторые интересные экземпляры печатного издания, но и рассказала о важности музеев в развитии территории родного края на примере некоторых российских музеев-заповедников. Все-таки Казахстан и Россия – это две страны, которые когда-то были одной страной. Мы всегда жили бок о бок, у нас единый, достаточно долгий период истории и очень схожие условия. Поэтому то, что я хотела показать сегодня, это, я думаю, несколько таких вдохновляющих примеров, которые, может быть, помогут и каким-то малым музеям. Об экспозициях женского андроновского костюма эпохи бронзы в музеях Казахстана, основой для реконструкции которого стали материалы лесаковских памятников, рассказала Эмма Усманова. На мировом пространстве, в мировой науке, на сайте Академии Лисаковск, известный именно своим костюмом, именно своей керамикой. То есть это уже международное такое, в общем-то, признание наших всех археологических исследований. Я хочу сказать, что мир обогатился именно находками Плесаковой, памятник Лисаковской округи. Эмма Усманова заявила, что завершает археологическую деятельность, но очень надеется, что проведение таких международных семинаров в Лисаковске станет ежегодной традицией. Наталья Луговская, Елена Щегельская, присодействитель компании «Акцент», Лисаковск.